Гром среди ясного неба. В Санкт-Петербурге Управление Роспотребнадзора выпустило постановление, согласно которому для ряда категорий граждан вводится обязательная вакцинация. Этот документ опубликован на официальном сайте ведомства. Первый компонент прививки необходимо получить до 15 декабря, второй — до 15 января. Технически обязательная вакцинация называется прививкой по эпид-показаниям, и под нее подпадают все лица старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, обяжут ее сделать студентов, которые проходят практику вне стен вуза. Также перечислены все официальные сотрудники в области транспорта, строительства, промышленности, включая предприятия в нейтральных зонах, портов и аэропортов. Кроме того, сообщается в СМИ, что согласно этому постановлению люди, которые не пройдут вакцинацию, то есть в первую очередь пенсионеры, которые не получат этот заветный QR-код, им будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также к иным услугам, которые перечислены в другом постановлении Смольного. Друзья, чтобы ни у кого не возникало какого-то двусмысленного ощущения, впечатления по поводу моей позиции, я выступаю категорически против принудительной вакцинации. Я считаю, что это добровольное дело каждого. И те действия, те шаги, на которые сегодня решается российская власть, в частности власть Санкт-Петербурга, это преступления. Они нарушают закон, конституцию и федеральное законодательство, которое позволяет гражданам отказаться от этих прививок. И чтобы вы понимали, несмотря на то, что закон действует, для власти является очень большой проблемой две категории граждан. Пенсионеры и студенты. Потому что если на работающих граждан, пользуясь тем же постановлением правительства, можно воздействовать угрозами на работе, что их отстранят, их уволить не могут, но на время обязательной вакцинации, в этих эпидемиологических периодах, их могут под теми правдами и неправдами, тем не менее, имеют возможность отстранить от выполнения должности, без своей работы, без сохранения заработной платы. А пенсионеров отстранить ниоткуда. Они просто не подконтрольны. А давить-то надо, тем более заинтересованных студентов. Я не понимаю, на что рассчитывает в этом случае российская власть. Очевидно, что люди, которые сегодня, в сентябре, в ноябре 2021 года, до сих пор не привились, а таких в нашей стране около 70%, это люди, которые не сделали это не по случайным обстоятельствам. Ну, вначале, да, можно было говорить, что кто-то не сформировал до конца мнение, кто-то не знает, кто-то не слышит. Но по истечению вот этих двух лет, сколько власть ведет эту активную массированную кампанию, ну, очевидно, что каждый сделал для себя вывод. И власти не поверил. Иными словами, власть сделала все, приложила все усилия, чтобы народ не верил ни одному, ни единому слову. С настороженностью, с подозрением относился к любым предложениям, которые она, собственно, озвучивает. И, согласитесь, они сделали очень много, чтобы люди эту веру во власть потеряли. И сейчас, пользуясь вот этой объективной ситуацией, они говорят, подождите, а мы будем заставлять. Я, правда, форму не понимаю. Я форму не понимаю. То есть, пенсионеры не могут ходить в места общепита и пользоваться чем там, хозяйственными какими-то бытовыми услугами. Слушайте, но доходы наших пенсионеров и так не позволяют этим пользоваться. На зарплату в 8 тысяч рублей, пусть даже в 15 тысяч рублей у пенсионеров нету возможности пользоваться общепитом. Они еды себе не могут позволить, потому что коммуналка – это половина оплаты, половина их дохода ежемесячного. А если взять еще дополнительный, не знаю, транспорт, какие-то, я не знаю, минимальные там расходы на лекарства, им на еду просто денег не остается. Они не могут себе одежду позволить, они ходят в тем, что у них осталось в наследство от Советского Союза. Вот такая страшная ситуация. Люди к помойкам в очередь выстраиваются, дерутся на площадках около супермаркетов за просроченную еду. Каких чертовой матери общепита вы им запрещаете? Очевидно, что это тема принудительной вакцинации для пенсионеров, в первую очередь. И вот эти псевдо-угрозы, которые им в нарушении всех законов адресуют – это первые ласточки. Это просто попытка прощупать ответную реакцию со стороны общества, в первую очередь пенсионеров. За этим будут идти другие, более страшные процессы – закручивание гаек. И вот это, безусловно, является очень-очень большой проблемой. То есть, иными словами, пока общество молчит, пока об нас вытирают ноги, нарушают наши права и свободы, и в нарушении федеральных законов Конституции принуждают против воли людей применять на себе какие-то вакцины, которые, по мнению граждан, каких-то граждан, ну ладно, меня в том числе, являются не до конца проверенными, являются не до конца надежными и так далее. В условиях того, как засекречивают статистику о побочных эффектах, о людях, которые пострадали. Очевидно же, что никакой информации на эту тему нет. Но то тут, то там, со всех сторон, я думаю, каждый огромное количество случаев слышал о каких-то трагедиях или, может быть, побочных эффектах. Но власть об этом почему-то не говорит. У меня это лично дополнительного доверия никак не вызывает. Поэтому, ну, то, что сегодня власть делает, в том числе с студенческим сообществом, это очень опасно. Очень опасно. Эти люди, благодаря многолетней системной политике власти, являются аполитичными и максимально отстранены от политических процессов внутри нашей страны. Им навязали ложные идеалы, ложные ценности, всевластие денег, различные какие-то, значит, там, я не знаю, псевдокумиров, которые просто уводят их в ложную сторону. И такими шагами власть не просто политизирует, она объединяет студенческое сообщество. А в истории мирового сообщества есть очень страшные примеры, во что выливалась эта политическая политизированность и объединение. Посмотрите на историю других государств. Власть сегодня не просто близорука, она не просто недальновидна. У нее, я не знаю, у нее отмирает инстинкт самосохранения, самовыживания. Она идет на такие непродуманные решения, что действия, ну, я не знаю, для нее будут иметь абсолютно тотальный характер. То есть, иными словами, людей, которые согласились быть, ну, я не знаю, в рабском положении, которые отчуждают бесконечно свои права и машут рукой на свое будущее, она вот так вот по щекам, вот так вот проснись, говорит, проснись, смотри, что мы с тобой делаем. Ты думал, тебя не коснется, до пенсии ты не доживешь, коммуналка поднялась и черт с ней, там, я не знаю, цены выросли, на все наплевать. А теперь мы будем заставлять тебя участвовать вот в этом и вот в этом, да, и будем тебе вкалывать, да, вот это и вот это. Ну, слушайте, я считаю, что, блин, это для... Я не понимаю, да, чем сегодня мотивирует свои действия власть. Не понимаю. Я считаю, что у этого будут действительно серьезные последствия. И общество, которое в очередной раз, да, ущемлено в правах, на это дело не простит. Я так считаю.